Привет, друзья! С вами Шин Ударом. Решил запилить еще один небольшой видосик. А на этот раз мы немножко потрогаем, пощупаем и поговорим о Митасе С-02 и С-04. Собственно, вот у нас справа стоит Митас С-02, а слева и его брат, сестра, друг по оружию. Это Митас С-04. Сразу немножко расскажу про назначение. Левое колесо Митас С-04 у нас предназначено преимущественно для мягкого грунта, для грязи, ну и, наверное, немножко для песка. Правое колесо Митас С-02 это такая вообще лютая, неубиваемая покрышка. Она предназначена для среднего и твердого, в основном, грунтов. Обе покрышки без цветовой маркировки, то есть здесь нет никаких полос. По одной из теорий, это значит, что шины типа для любительского мотокросса. Про цветовую маркировку, если что мы расскажем как-нибудь отдельно, но сегодня не об этом. Немножко про строение покрышек. На левой покрышке у нас маленькие шипы, на правой большие. То есть на покрышке, где у нас маленькие шипы, у нас шип маленький, а расстояние между шипами достаточно большое. Вот, собственно, покрышка с таким строением грунтозацепов хорошо цепляется за мягкие, за жидкие, засыпучие поверхности. В общем, само предназначение у нее такое, чтобы работать на грязи, песке и мягком грунте. Здесь же у нас шашечки покрупнее, побольше. В свою очередь, такая покрышка работает лучше на твердом грунте. И еще одно из преимуществ, она гораздо дольше служит. За счет того, что шипы толстые, жирные, здоровые, их гораздо сложнее стереть. Гораздо труднее уничтожить такой шип. Ну, сами понимаете, если у нас палочка тоненькая, она ломается легко. Если у нас палочка толстая, она ломается гораздо сложнее. Здесь, конечно, речь не о поломках. Здесь речь об истирании. Но все равно, больше состава, больше ширина шипа, износ происходит дольше. А еще одна интересная особенность, цена четвертая, у нее шипы такой пирамидальной что ли формы. Вот сверху тоже покажу. Камера не очень хорошо видит, но можно сбоку показать пирамиду. В общем, они такие, пирамидочками. Смысл в чем? Чем старше покрышка, тем она дольше начинает стираться. То есть, например, мы срезали половинку пирамидки, у нас здесь сечение будет, ну там, сантиметр. Мы срезали нижнюю часть пирамидки, сечение будет больше. Больше сечения, дольше стирается. От себя скажу, что я два года на такой покрышке гонял. Я не особо хардендурист, так, больше по софту. Леса, поля, по городу даже. И она крайне долго живет. Очень классное колесо. А про C02, можно сказать, конечно, она будет ходить меньше. Но на мягких поверхностях, на всяких там жидких, гряземесах и прочего вида говнах, она будет работать лучше. Будет работана лучше, потому что шипы поменьше и цепляться она будет лучше втыкаться. Грубо говоря, если какую-то аналогию на пальцах провести, представим, что вам нужно засунуть в землю какой-нибудь штырь, лом или еще что-нибудь. Вот он у вас вот такой толщины. Он провалится в землю легко. Если вам нужно засунуть в землю что-то большего диаметра, усилие, которым эта штука будет проваливаться в землю, уже нужно приложить в несколько раз больше. То есть, за счет того, что шипчики маленькие, узенькие, тоненькие, они хорошо втыкаются в рыхлый грунт и цепляются за него замечательно тоже. И за счет того, что расстояние между шипами большое, эта штука работает как лопасть. Как лопасть на пароходе. Загребает, так сказать, и выкидывает. Собственно, вот по этой причине еще у этого колеса отличная самоочистка. C02 немножко не может похвастаться такой хорошей самоочисткой. В жидкой грязи, в каком-нибудь говномесе он может начинать замыливаться. А вот эта вот штучка будет хорошо самоочищаться. Ну, немножко про профиль тоже можно рассказать. Профиль у нас разный у этих колес. Справа колесо 110 на 100, C02. Слева колесо 110 на 90. Видно, что высота покрышки меньше. Ну, по ширине колеса примерно одинаковые. 110 ширина. Хотя, если честно, мне кажется, что C02, которая у нас справа, она... Вот эта покрышечка, вот эта. Она как будто шире. Вообще, когда я ставил ее в свой мопед, она хоть была уже потертая немножко, но она мне цепляла брызговик, который у нас защищает амортизатор. Который находится в маятнике. Вот за него она как раз и раз и цепляла. Так, ну что еще рассказать? В принципе, все. Тут у нас еще стоит... Сейчас мы его достанем. Стоит у нас тут еще 754 метасик. Всем известное колесо грязевое. На нем тоже большое пространство между грунтозацепами. Грунтозацепы на нем высокие. Хотя на C02 грунтозацепы, по-моему, из этих трех колес самые высокие. Самые выдающиеся. Так, ну, вот так вот примерно это все выглядит, друзья мои. В принципе, все, что хотел, рассказал. Хотя, наверное, не все. Но, как-нибудь в следующей серии будем рассказывать что-нибудь более подробно. Если что-то интересно, спрашивайте, поясним. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет круто, здорово, замечательно. Вот. Всем пока.